МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа передачи своего ТВ продолжается в местный проект телеканала и прокуратуру Ставропольского окрая ОКО Государева. Меня зовут Александра Бакалюк. Здравствуйте. В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации есть глава номер 32, которая предусмотрен в сокращенных порядок производства дознавания лица, которое имеет непосредственно отношение к преступлению, и им не оспариваются установленные обстоятельства содеянного. Такая форма сокращенная существует элементарно для того, чтобы использовать силы и средства органов предварительного расследования рационально, а также направлено на достижение существенной процессуальной экономии. Обо всех тонкостях сокращенной формы дознания мы узнаем сразу после новостей прокуратуры Ставропольского окрая. Не сдали вовремя. В Михайловске на улице Ленина достраивается детский сад на 280 мест. Объект должен был быть завершен еще в конце прошлого месяца. Из-за нарушения сроков сдачи прокуратурой Шпаковского района проведена проверка. Установлено, что районной администрации не было своевременно принято решение о выносе сетей из зоны застройки. Администрации и компании-подрядчику внесены представления. В целях устранения нарушений закона прокуратурой района, главе администрации Шпаковского муниципального района и директору-подрядчика ООО «Фирма ОРГ» внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, директор-подрядчика предупрежден о недопустимости нарушений закона. Исполнение контракта находится на контроле прокуратурой района. Минераловодской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом установлено, что в сентябре этого года подвыпившая гражданка поссорилась со знакомым и схватилась за нож, нанеся мужчине не менее пяти ударов в область грудной клетки и плеча. Приговора Минераловодского городского суда женщине назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В Курском районе проведена прокурорская проверка по обращению ребенка сироты. Установлено, что в силу федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной защите детей, оставшихся без попечения родителей, заявительница относится к лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Но в нарушении статьи 40 Конституции Российской Федерации девушка не обеспечена благоустроенным жилым помещением и специализированного жилищного фонда Ставропольского края. С целью восстановления жилищных прав заявителя районный прокурор обратился в суд с иском к Министерству имущественных отношений региона о предоставлении благоустроенного жилого помещения. Курским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Курский районный суд Возвращаемся в студию программы и продолжаем говорить о главной теме нашего выпуска особенности производства дознания в сокращенной форме сотрудниками прокуратуры. В этом вопросе разберемся вместе с заместителем прокурора Октябрьского района города Ставрополь Сергеем Николаевичем Панасенко. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый вечер. Сергей Панасенко, заместитель прокурора Октябрьского района города Ставрополя, советник юстиции. Окончил Ставропольский государственный университет в 2003 году в органах прокуратуры с 2003 года. Занимал должности следователя прокуратуры Шпаковского района, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района города Ставрополя, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации управления по надзору за оголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ставропольского края, занимаемой должности с сентября 2019 года. Задам вам самый, наверное, простой и для пояснения понятный вопрос. Что вообще такое сокращенная форма дознания? Сокращенная форма дознания – это упрощенная, скажем так, форма расследования уголовных дел по тем уголовным делам, которые не представляют большой сложности и призвано, скажем так, сократить время, какие-то трудовые и финансовые затраты на их расследование. Если я не ошибаюсь, то одним из основных, так скажем, показаний для такой процедуры является ходатайство обвиняемого в этом. Правильно? Да. Какие еще условия должны быть для того, чтобы была проведена такая процедура? Ну, вообще начнем с того, что есть перечень оснований, которые необходимы для производства дознания в сокращенной форме. Такими основаниями являются, значит, следующие. Это уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица. Потом, значит, должно быть установлено, что расследование по конкретному уголовному делу производится в форме дознания, а не в форме предварительного расследования. Значит, подозреваемый должен признавать вину в совершенном преступлении, также признавать размер и характер причиненного им вреда и быть согласен с квалификацией инкриминируемого ему деяния, которое уже установлено постановлением о возбуждении уголовного дела. Ну, то есть изложенные обстоятельства, которые изложены в постановлении о возбуждении уголовного дела, подозреваемый должен быть с ними согласен. Так сказать, пойти на полное, так сказать... Да, но это не все еще обстоятельства. Также лицо должно достичь 18-летнего возраста. Потом также подозреваемый не должен иметь каких-то психических или физических, скажем так, недостатков, которые будут способствовать принятию по делу окончательного решения. К тому же расследование в сокращенной форме не может производиться в отношении лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Потом, значит, подозреваемый должен владеть русским языком в полной мере. И также потерпевший по уголовному делу должен быть, скажем так, дать свое согласие о том, что он не возражает против производства дознания в сокращенной форме. Вот эти вот основные моменты, только при наличии всех этих условий и оснований, может производиться дознание в сокращенной форме. Как же она проходит? Порядок происходит следующим образом. Дознаватель при изначальном производстве дознания устанавливает все те обстоятельства, которые я вам только что изложил. Перечислили. Если они все присутствуют, скажем так, и подтверждаются документально, то дознаватель разъясняет подозреваемого право о том, что он может заявить такое ходатайство. Подозреваемый в течение двух суток должен... Думает. Да, раздумывает и заявляет, либо не заявляет такое ходатайство. Если он заявляет такое ходатайство, в этом ходатайстве, помимо его подписи, в обязательном порядке должна присутствовать подпись защитника. То, что защитник, ну, все правовые последствия ему тоже разъяснил применение этой формы. После этого в течение суток дознаватель, ну, даже не в течение, в течение 24 часов, скажем так, дознаватель должен принять одно из следующих решений. Либо удовлетворить ходатайство подозреваемое и производить дознание в сокращенной форме, либо отказать и уже проводить дальнейшее расследование в общем порядке. Есть у процедуры дознания в сокращенной форме какие-то временные рамки? Да, конечно, она же и призвана одним, скажем так, да, из признаков, что быстро. Ну, значит, с момента сроки исчисляются с момента подачи ходатайства обвиняемого. Значит, с момента удовлетворения ходатайства. И они должны не превышать 15 суток с момента удовлетворения ходатайства и до момента направления уголовного дела прокурора уже с обвинительным постановлением. То есть, когда уже закончено расследование, доказательства собраны, и направляется прокурору, чтобы прокурор принимал решение. И засекается 15 суток. Да, ровно 15 суток. Ну, не в исключительных, если есть на то законные основания, скажем так, может продлеваться до 20 суток по ходатайству дознавателя. Дознаватель заявляет соответствующее ходатайство, и прокурор его рассматривает, удовлетворяет, либо не удовлетворяет. Ну, может продлить до 20 суток. Дальнейшее продление не допускается. Говоря об участниках этой процедуры, дознаватель, какой функционал несет он в этой процедуре, какова его роль? Ну, каких-либо особенных полномочий сокращенная форма дознания именно дознавателя как профессиональное лицо не наделяет. Он обладает все теми же полномочиями, которые он, скажем так, выполняет при проведении расследования в общем порядке. Единственное, как бы, ну вот, там есть определенные нюансы, установленные именно институтом сокращенной формы дознания. Значит, ну, дознаватель вправе, скажем так, не допрашивать в рамках расследования уголовного дела свидетелей. Третьих лиц. Если от этих лиц там уже были получены объяснения, объяснения в рамках доследственной проверки, до возбуждения уголовного дела, если и так же может не назначать судебные экспертизы в рамках расследования, то есть как доказательство принимаются заключения специалистов, которые ранее назначались до возбуждения уголовного дела. Но если, конечно, этими как объяснениями, так и заключениями экспертов на стадии доследственной проверки уже все те необходимые обстоятельства установлены. Если ничего нового не нужно устанавливать, то этого достаточно, это принимается в качестве доказательств. И последний вопрос. Может ли эта процедура каким-то образом быть приостановлена? И если да, то каким? Нет, эта процедура не приостанавливается, потому так и называется сокращенная форма, признана в максимально короткие сроки по уголовным делам, не представляющей никакой, по сути, дела сложности. Не бывает прецедентов, которые могут ее... Нет, если выходит за рамки 20 суток, то просто выносится постановление, прекращается производство дознания в сокращенной форме, и в дальнейшем расследование происходит в общем порядке. Что ж, спасибо вам большое. Теперь мы знаем намного больше и о сокращенной форме дознания. Будем намного, скажем так, более обогащены знаниями работы и тонкости вашей деятельности. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, за то, что вы к нам пришли. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Ну что ж, я напоминаю нашим телезрителям, что прокуратура региона всегда может вам помочь. Вы можете обратиться к сотрудникам ведомства, либо же на сайте официальном, там есть интернет-приемная, но вы можете сделать это и лично по адресу проспекта Октябрьской революции, 9 дробь 1. В студии была Александра Бакалюк. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова